Три, четыре. Виктория! 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 Вот так настраиваются на выступления танцоры ансамбля «Виктория». Сегодня они исполняют два номера. Обычно намного больше. Поэтому особо не волнуются, лишь повторяют движения в коридоре перед выступлением. Номер уже два раза выступали, полгода готовим. Этот номер называется «Черное золото», мы там работаем с тканью. «Особенность этого танца – то, что мы используем реквизит. Это ткань, она очень большая. То есть все танцы, которые я танцевал, мы не использовали такой большой реквизит, как этот». «В чем сложность танца?» «Не всегда получается поднять ткань на тренировках, на концерте, все хорошо». На сцене ребята и правда с легкостью справляются и с тканью, и с самим танцем, подтверждая свое самое главное звание – заслуженного коллектива народного творчества Республики Башкортостан, а с 2020 года еще и Российской Федерации. На сцене в этот день не только танцоры. Жюри оценивает народные коллективы разных направлений. Декоративно-прикладное творчество, вокально-хоровое исполнение, фольклорные и инструментальные коллективы. «Нефтекамск» – один из 63 муниципалитетов региона, в котором проходит 7-й республиканский фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы». Раз в три года всенародные коллективы подтверждают звание заслуженных или образцовых. И, по словам организаторов, после затянувшегося перерыва в культурной жизни артисты с большим желанием наконец-то выходят на сцену. «В городе Нефтекамске работают замечательные, яркие, хорошие, профессиональные, так скажем, коллективы самодеятельного художественного творчества. Наряду с другими хорошими коллективами появляется и новый коллектив, который получает звание образцовый и народный». Проект завершит свою работу осенью 2022 года. Свои звания будут подтверждать более тысячи народных коллективов республики, 30 из которых из Нефтекамска. Александра Котикова, Азад Давлетшин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok